Всем привет! В эфире Универ Ньюса в студии Лилия Талипова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Школа здоровья. Что это такое и кого собирается учить? Кто станет студентом года Республики Татарстан? Уникальную выставку представили в Музее истории КФУ. 25 января в культурно-спортивном комплексе Уникс эффектно отметили Татьянин день. Традиционно гуляния начались со встречи почетных гостей в главном здании. Для приглашения на праздник студентки Татьяны преподнесли медовуху. Угощение данным напитком 25 января считают доброй традицией с 19 века. Почетные гости в сопровождении творческой группы и музыкальных композиций двинулись в сторону Уникса, где их радушно встретили студента с насыщенной концертной программой. Наш телеканал поздравляет студенчество Казанского университета с Днем студента. Днем ранее заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова в сопровождении Рустама Миниханова осмотрела объекты, которые будут задействованы в ходе мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills 2019. Во время ее визита в деревню универсиады Ильшат Гафуров поздравил Татьяну Голикову с наступающим Татьяниным днем и преподнес ей букет цветов. Ну а мы продолжаем. 24 января в университетской клинике Казанского федерального университета была проведена так называемая «Школа здоровья». Что это такое и зачем это нужно – ответы в нашем сюжете. «Школа здоровья» – новый необычный проект Казанского федерального университета. В течение всего вечера 24 января для всех желающих были открыты двери поликлиники университетской клиники КФУ. Проект ставит перед собой цель расширить знания жителей города о возможности современной медицины, привить любовь к здоровому образу жизни и объяснить важность бережного отношения к своему здоровью и своевременного обращения к врачам. Можно, конечно, учиться по учебникам, но мы же достаточно такие неорганизации, организованные люди. Мы, когда только узнаем собственный диагноз, начинаем искать по интернету системы поисковых, что это за болезнь, как его нужно лечиться, какой врач как лечит. Здесь рассказывают о тех заболеваниях, которые характерны для нашей территории. И, в общем-то, я думаю, рано или поздно эти проекты выльются в то, что в структуре университета образуются специальные подразделения, которые будут ответственны за этот вид деятельности. Я имею в виду, это подразделение, наверное, будет работать со здоровыми людьми. В ходе мероприятия все желающие могли посетить лекции практикующих врачей, а также задать им вопросы. Среди тем выступлений «Мифы и правда о гастрите», «Как узнать, что у вас проблемы с почками», «Первые симптомы сахарного диабета» и другие. Кроме того, все желающие могли проверить свой рост и вес, сдать флюорографию, измерить уровень глюкозы в крови. Фактически это день открытых дверей для того, чтобы мы ознакомили наше население с теми технологиями, которые вновь внедрены в практику в поликлинике. Это работа специализированных центров диагностики, таких как лучи эндос. К примеру, сегодня в широком доступе будет демонстрация тех технологий, которые применяют врачи-эндоскописты для того, чтобы выявить изменения слизистых, нарушения кислотности, дисфункцию желчевыводящих путей. Кроме того, для медицинских работников города и любых желающих гостей были проведены экскурсии по зданию, в ходе которых они смогли в полной мере оценить технологическое оснащение университетской клиники, где совсем недавно были закончены ремонтные работы, длившиеся три последних года, и при этом не прерывавшие работу поликлиники ни на один день. Очень приятно, что три года назад начатый ремонт в данном медицинском учреждении, он тоже завершился в конце прошлого года, и мы увидели совершенно другую поликлинику, ту, в которую мы закладывали именно понятие дружелюбная поликлиника, торсанский стандарт. К радости организаторов мероприятия оказалось, что жителям города не безразличны их здоровье. Лекции собирали полные залы, а на интерактивы выстраивались целые очереди. Естественно, в такой ситуации тут же встал вопрос о том, будут ли еще проводиться подобные мероприятия. Я думаю, раз в квартал точно будем делать. Я вот выступаю, только что сказал, что раз люди приходят, значит, это им нужно, это им интересно, и будем проводить эти мероприятия. Камиль Гемоздинов, Леонард Авлитьяров, Виолетта Басова, Универ Ньюс. Кто станет студентом года в Татарстане? Сейчас это один из главных вопросов мира студенчества в республике. В преддверии мероприятия была организована пресс-конференция, посвященная премии. Подробнее в нашем сюжете. В информационном агентстве Татаринформ состоялась пресс-конференция о дне студенчества и премии студент года Республики Татарстан 2018. В мероприятии приняли участие заместитель министра по делам молодежи Республики Татарстан Тимур Сулейманов, президент Лиги студентов Руфат Киямов и победитель номинации гран-при премии студент года Республики Татарстан 2017 Диляра Баширова. Мы стали родоначальниками в 2005 году этой премии. После этого и у соседей начали появляться аналогичные конкурсы и церемонии вручения, которые тоже проходят очень праздничные, торжественные. И вот пять лет назад уже в масштабах всей страны нашу инициативу поддержал Российский союз молодежи, Росмолодежь. И в Казани впервые проходила всероссийская премия студент года. В этом году премия претерпела некоторые изменения в плане выбранных номинаций. Мы ввели новую номинацию, это староста года, и исключили номинацию в ВУЗ года, потому что подумали, что решили для себя то, что это индивидуальная премия, и в этой индивидуальной премии должны чествоваться студенты и открываться новые звезды. Лучшие студенты будут выбраны по 18 номинациям, главной из которых традиционно станет Гран-при студент года Республики Татарстан 2018. Собравшихся журналистов интересовали различные темы касательно студенческой премии. Одним из таких стал вопрос о главных кандидатах на победу. Анисимов Андрей, Казанский государственный медицинский университет, это Яшина Ирина, Павловская академия, Рахмаджон Халилов, это КНИТУ, КАХТЭЙ, и Ислам Шерифудин, Казанский федеральный университет. Все достойны. Даже те, кто был в очном, на очном этапе, они все достойны. Ожидаемым был вопрос повышения цен на проезд на общественном транспорте и возможных льгот для студентов. На сегодняшний день есть решение, но озвучивать его я здесь, в этом формате не буду. В ближайшее время оно будет озвучено, потому что считаем, что нужно и решение правильно принимать, и правильно, и вовремя их озвучивать. Мы решили, что сделаем это немножко в другом формате. Артем Тупичкан, Виолетта Басова, Универньюз. В музее истории КФУ состоялось открытие выставки «История Казанского университета Филателии». На ней можно будет увидеть почтовые марки и конверты, тематикой, связанные со студентами и выпускниками Казанского университета. Подробности в следующем сюжете. 25 января в музее истории КФУ состоялось открытие выставки «История Казанского университета Филателии». На выставке представлены марки и конверты. Собрание музея истории Казанского университета и коллекции директора музея-лаборатории имени Завойского Игоря Силкина. История вуза богата разнообразными событиями, и они получили особое отражение о филателлистических материалах. Открывая эту выставку, мы решили, что мы будем делать ее на протяжении целого года. Она будет менять свой состав, эта выставка, оставляя свое название. С Казанским университетом связано больше филателлистических материалов, чем с любым другим университетом мира. Первая почтовая марка, посвященная университету, появилась к 150-летию основания вуза. В дальнейшем марки появлялись лишь к 165-летию и 200-летию Казанского университета. Мы решили тоже продолжить традицию, поэтому мы попытались все-таки сделать такую марку, посвященную 215-летию университета. Выставка продлится с 25 января по 19 февраля. Диана Шилова, Александр Юдин, Универньюз. В Елабужском институте КФУ состоялась масштабная пресс-конференция, в которой приняли участие журналисты, блогеры и представители молодежных организаций из Елабуги и близлежащих городов. Целью мероприятия стало подведение промежуточных итогов и демонстрация достижения института за последние годы. Подробности далее. В Елабужском институте КФУ прошел пресс-тур с участием представителей СМИ и блогеров. Журналисты Башкирии, Удмуртии, Чувашии и Татарстана узнали особенности образовательного процесса в УЗИ. О тенденциях развития института, о приоритетных направлениях и успехах преподавателей и студентов участники мероприятия узнали на пресс-конференции с директором Елабужского института КФУ. Елена Мерзона отметила, что среди студентов есть иностранные граждане, что подтверждает востребованность образовательных программ и привлекает средства для банализации инфраструктуры. А одним из главных преимуществ выпускников Елабужского института КФУ является предоставление первого рабочего места. Студенты учебного заведения востребованы в образовательной системе Республики Татарстан и Российской Федерации. Диана Ишилова, Эйдар Нурмеев, Универньюз. На этом у нас все. Не забывай смотреть нас в социальных сетях. До новых встреч!